Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о послании апостолу Павла Кремлина, мы обратимся сейчас к 10 главе. В 10 главе апостол непосредственно продолжает тот разговор о судьбах Израиля перед Богом, который был начат в предыдущей, 9 главе. И чрезвычайно поучителен пример апостола Павла, который мы видим в начале 10 главы, при том, что уже некий конфликт, противостояние между иудеями с одной стороны, христианами из язычников с другой стороны и иудействующими христианами где-то посередине, этот конфликт уже намечается, уже иногда вспыхивают такие искры и даже пламя, как в Галатии, что нашло отражение в послании к Галатам. Тем не менее, Павел вот говорит, смотрите, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. И это поучительный пример, поучительный пример, понимаете, потому что в силу неких конфликтных отношений, история которых сложна, запутанная и в которых нет правой стороны, я имею в виду взаимоотношения между иудеями и христианами, там действительно нет ни одной стороны, которая могла бы сказать, мы белые и пушистые, ни в чем не виноваты. Но все же после поколения Павла в основном среди христиан преобладает такое отношение, что духовная культура Израиля, вера Израиля, опыт Израиля, все, что имеет отношение к Израилю, нам не нужно, а теперь мы Израиль. Так думали христиане и в конечном итоге через 2000 лет это привело к Холокосту прямым путем. И поэтому так важно для христиан, для нас, христиан, которые живут после Холокоста, увидеть, что Павел думает по-другому. Павел думает по-другому, он говорит, я молюсь о спасении Израиля. Он не, как сказать, не говорит, воздай им Господи по делам их или там еще как-нибудь воздай. Он молится о спасении, при том, что Павел уж кто-кто, а Павел так пострадал от иудеев и иудействующих к моменту написания этого послания, что только не выпало на его долю. И тем не менее он говорит, я молюсь о спасении, молитва к Богу об Израиле во спасение. И это, в общем, еще раз повторю, поучительный пример того, как нам бы следовало относиться к тем, кто думает иначе, верит иначе и, может быть, нетружелюбно к нам настроен. Ну и уж об Израиле, само собой, разумеется, тут и говорить нечего. Павел, может быть, один из тех немногих христиан, которые молятся о спасении Израиля. А может быть, стоило бы здесь ему, так сказать, составить кампанию. Вот. И он говорит об Израиле тоже чрезвычайно важную вещь, которую тоже надо применить к себе. Во втором стихе свидетельствует, что они ищут Бога, имеют ревность Божью, но не по разуму. Он о себе в другом месте, в другом послании говорит о том, что он был из лихобых ревнителем отеческих моих преданий, быв не по разуму ревнителем отеческих моих преданий. И здесь он, та же самая мысль, имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Вот в некоторой такой зашоренности, что вот так и никак по-другому быть не может. Вот это он видит в израильтянах. И говорит, ну вот и они не понимают, поэтому, что такое праведность Божья, и пытаются добиться, усиливаются, поставить собственную праведность. А на самом деле смысл закона, цель, как Павел говорит, конец, телеос, закона, Христос к праведности всякого верующего. Смысл того, что Бог дает закон, и смысл самого закона во Христе. Это, кстати говоря, тоже чрезвычайно важно без всякого иудейского, израильского контекста, потому что, как мы относимся к закону, для Павла он в первую очередь некоторые откровения о Христе, а не список правил, которые следует неукоснительно соблюдать. Вот что тоже чрезвычайно важно. Ну и, само собой, разумеется, мы же тоже нередко имеем ревность не по рассуждению. И, в общем, время от времени полезно собственную жизнь и собственное сердце проверять, не оказывается ли наша ревность больше Божьего милосердия. Теперь дальше апостол продолжает разговор, и в следующих стихах он пытается сформулировать, объяснить, что же такое праведность по вере, что такое слово веры и как это бывает. И, в конце концов, вывод его, по-видимому, найденная формулировка. Вот в девятом стихе он говорит, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». «Устами будешь исповедовать Иисуса Господом». О чем идет речь? Во-первых, речь идет о том, что ты признаешь Иисуса своим царем, своим главным начальником, не знаю, господином. Ну, потому что для нас слово «Господь» излишне религиозный оттенок приобрело. А для Павла слово «кириос», которое он употребляет, в общем, вполне себе термин, закрепленный за императором. Это, конечно, действительно нелояльное, крайне нелояльное экстремистское утверждение. Он предлагает читателю считать своим господином, не этого странного пляшивого дяденьку, который прячется в Палатинском дворце. А некоего распятого из Галилеи. Вот что значит исповедовать Иисуса Господом. Слушаться. Кого ты слушаешься? Кто для тебя главный? Чей закон для тебя главный? С учетом всего того, что Павел говорил в предыдущих главах, конечно, это будет умереть со Христом, если римские власти об этом узнают. Очевидно совершенно, потому что для них это просто формулировка государственной измены. Государственной измены. Кто у тебя, господин? Цезарь или кто-то еще? И вся империя бодро салютует, как юные пионеры, и говорит Цезарь. И только некоторые странные вот эти люди говорят, а нет, наш господин, тот распятый из Иудеи, который воскрес. Изменники. Понимаете? И поэтому на самом деле все, что Павел говорит в предыдущих главах о смерти и во Христе, о соединении, о том, что мы крестимся, погружаемся в смерть Христову, это все очень реальные, а не образные вещи, потому что вот это значит исповедовать Иисуса Господом. Дальше. Ну, понятное дело. Исповедовать Иисуса Господом значит делать то, что Он говорит, и так, как Он говорит. А Он говорит, собственно, ровно две вещи всего-навсего. Весь закон духа жизни во Христе Иисусе, две заповеди, любите друг друга, как Я возлюбил вас, и сиди, творите в Моё воспоминание. Вот что значит следовать, да, исповедовать Иисуса Господом. Далее Павел говорит устами исповедовать. Ты не просто так думаешь и так стараешься делать. Знаете, как в 20-м, наверное, веке, в 21-м тоже, это называют анонимным христианством, когда люди живут по заповедям Христовым, но помалкивают об этом. Конечно, вот мы отлично помним, как это было в нашей стране при старом режиме, когда действительно масса людей, даже, знаете, встречая знакомых в церкви на Пасху, отводили глаза и делали вид, что мы незнакомы друг друга не видели. Да, нет, Павел говорит о том, что важно некоторым образом обозначить свою верность Иисусу Христу, когда ты говоришь об этом, когда ты не просто, не только прячешься. Это важно было тогда и важно сейчас. И дальше Павел объясняет, почему это важно. И вот что значит, устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых. В контексте всего того, что Павел говорил в предыдущих главах, особенно с пятой по восьмую, веровать сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, для него означает соединиться сейчас, жить этим воскресением, полагаться на то, что ничто не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, полагаться на то, что если ты живешь по закону жизни во Христе Иисусе, в этом завете Бог тебя не отвергнет. Доверие тому, что воскресшим мы Иисусе, и нам тоже Бог дает жизнь. Коль скоро мы разделяем со Христом его крестный путь, его жизнь по христовой правде здесь и сейчас, значит, мы уповаем, верим, доверяем тому, что Бог и здесь и сейчас дает нам обновленную жизнь воскресшего Христа. И говорит Павел, вот при этих условиях ты спасешься, потому что сердцем доверяют для того, чтобы сердце оправдалось, наполнилось правдой, а устами исповедуют ко спасению, исповедуют верность, заявляют о своей верности. Помните, для иудеев в евангельском контексте какую огромную значимость имеет соблюдение субботы? Почему? Вот потому что это знак того, что ты находишься в завете с Богом, и ты, и весь народ. И поэтому так фарисеи упираются рогом в плинтус, чтобы от всех добиться этого соблюдения завета. А Павел говорит о том, что вот сердцем верует праведность и устами исповедует ко спасению. Если ты исповедуешь Иисуса Господом, это знак того, что ты участник этого завета, знамение завета. Ну и ясное дело, если ты сердцем веруешь, значит, ты пытаешься и стараешься всеми силами его заповеди исполнить. Вот. Дальше апостол говорит потрясающую совершенно вещь. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех. может быть, где-то у него все время в голове, пока он говорил об Израиле, пульсировала эта мысль. Он хотел своим читателям из иудеев объяснить свое отношение к Израилю, свою веру в то, как Бог относится к Израилю. Все это так. Но вот он сказал то, что самое главное для него. Нет различия между иудеем и эллином. Что тому, что другому, что им, иудеям, что нам, христианам из язычников, все равно в равной степени необходимо исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил его. Вот это два, собственно, пути, или, если хотите, два координата, по которым мы двигаемся ко спасению. Павел увидел вот эту важную вещь. Все люди перед Богом на самом деле в одном положении. И нет разницы между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Он вспоминает и цитирует здесь Ветхий Завет. И это чрезвычайно важно как для него, так и для его читателей. Один Господь, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сердце Бога, таким образом, открыто и достаточно для того, чтобы вместить вообще всех людей вне зависимости от, так сказать, бэкграунда. И это еще одна чрезвычайно важная мысль апостола по вот этой иудео-эллинской проблеме соотношения, взаимоотношения между Израилем по плоти, народом Божьим по духу и как вообще все это друг с другом соотносится. В заключительной части 10 главы апостол возвращается к еще одному аспекту того, что он говорит об исповедании Иисуса Господом устами. Он говорит, что ну да, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. А как призывать того, в кого не поверили? Как веровать того, о ком не услышали? Апостол говорит, в конце концов, вот в 17 стихе, вера от слышания, а слышание от слова Божьего. Ну, во-первых, он имеет в виду, что слово Божье произносится Богом и приходит в этот мир, воплотившись в Иисусе Христе. Слово Божье дано людям. И вера от слышания. И поэтому так важно для апостола необходимость благовестовать. Он говорит, как слышать без проповедующего? Как написано, как прекрасны ноги благовестующих мир. Вера от слышания. Меня нашли, в конце концов, говорит Павел, цитирует Ветхий Завет, не искавшие меня. Вот для него важно, что исповедание устами применительно, по крайней мере, к Израилю, которого отцы, которого закон, которого богослужение, прочее, прочее, все, о чем он говорил в начале 9 главы, вот это благовествование, свидетельство о правде Божьей. Спрашиваю, говорит апостол, разве они не слыхали, имеется в виду, израильтяне? Разве Израиль не знал? Знал. Но меня нашли, говорит Бог, не искавшие меня, и открылся не вопрошавшим обо мне. Вот снова это другой поворот того, что Павел говорил о том, что помилование определяется не желающим и подвязающимся, а Богом милующим. Вот, собственно, что важно для апостола еще раз подчеркнуть и в отношении иудеев, и в отношении эллинов. Я открылся не искавшим меня. От Бога милующего зависит помилование. Субтитры создавал DimaTorzok